Ну вот, с нами, друзья, Лёха Никонов. В общем-то, всех приветствую, в общем-то. Ну вот, можете тоже поздороваться, да, всем, в общем-то, привет. Всем привет. Вот, у нас сегодня, я не знаю, несколько, наверное, всяких тем для обсуждения, ну и зрители, может, тоже что-нибудь подкинут, чтобы там пообщаться, у кого-нибудь вопросы там какие-нибудь есть, скорее всего, наберутся свои. И мы, может быть, их, соответственно, обсудим. А у нас тут есть несколько тем для обсуждений, ну, например, можно взять такую для начала. Вот, провокации в искусстве и литературе. О, что это такое? Ангел? Ангелочек. Прекрасно. Как относитесь к провокациям в искусстве и литературе? Ну, я, как понимаю, положительно, судя по всему. С уважением, с большим респектом. Мне кажется, вообще, само по себе искусство, это само по себе провокация, иначе его бы не было. Просто само по себе искусство содержит в себе эту коннотацию изначально. Уже у греков, я считаю. Миф об Удипе, мне кажется, очень провокативные истории, сама по себе. Ну, абсолютно солидарен, на самом деле. Насколько допустимы и желательны эти провокации, насколько они влияют на известность, востребованность произведения и так далее, так далее, так далее? Вообще, на все влияют. Преститария и наказалии, в принципе, тоже провокативные. Ну, кстати, в меньшей степени, но записки из подполья точно. Влияют на всех вообще, во всех смыслах и ширину и длину. То есть, я не знаю, даже вопросов. Мне как-то настолько очевидно, что даже и не подлежит никого рассуждения. Ну, многие люди так не думают. Я полагаю, многие люди так не считают. Ну, например, есть множество всяких, особенно современных поэтов, которые, ну, например, пишут совершенно непровокативные вещи, и при этом они, наверное, считают, что, ну, наоборот, надо писать про что-то такое вот общее, общеупотребимое, там, моральное, например, правильное, и то, что вот такое вот невызывающее провокации. Ну, многие, наверное, так считают. Мое глубокое убеждение, что поэзия не занимается общими вещами вообще, как бы, это не общая задача. Даже проза не занимается общими вещами. А поэзия уж тем более. Поэзия вообще, вот, общее, общее, все, что общее, да, оно как бы не поэтично само по себе. Даже этот Соловейкица, там, да, или кто там вообще, это там, бабочка летает. Она не общая, эта бабочка, это не та, не тот самый. Я считаю, что Бофец заблуждался, когда я считал, что это Соловейкица, это какой-то вечный Соловей, архетип Соловья, что это тот же самый Соловей у него под окном, поэзия, который учиться пел. Я так и считаю, если честно. Я полагаю, что это все. Такой временной отрезок, который поэт может выхватить, да, и предъявить его читателю. Поэзия, она только для этого существует. Вот независимо от методов, которыми действует поэт, да, и если провокация, она приближает, да, вот это узнавание временного отрезка, ради бога, а она действительно, ну, она к этому узнаванию очень сильно способствует. Потому что мозг, вот, если мы с Тонкой Кейнерда, да, я так понимаю, это Соловейкин канал, мозг вот из этой спячки выводится, да, догматической, да, вот таким образом. Провокация, да. Это что такое? Это попытка вывести сознание из догматического сна. Провокация служит только для этого. Если она сама по себе, сама для себя, ну, тогда как бы и вопроса нет. И, может быть, те, которые пренебрегают этим аспектом, да, они в этом смысле, наверное, правы. Но это очень редко бывает, что провокация была сама для себя. Просто, если они служат, ну, просто это, ну, это просто глупо будет, да. Провокация что-то толкает за собой. Какое-то произведение искусства, какой-то текст, какую-то картину, какой-то фильм. Что-то надо за собой тащить. А если ты повокация сама ради себя, наверное, да, они правы. Но это очень редко. Ну, раз уж мы вообще коснулись вопросов сущности поэзии, можно вообще попробовать сначала вот так вот предопределить, а что вообще такое поэзия. Потому что, опять же, ответов много, на самом деле, разных. Кто-то, например, удовлетворится тем, что, ну, это просто строчки, выложенные в определенной там ритмике и с рифмами. Это уже достаточно. Кто-то подходит более там, не знаю, метафорично здесь каким-то образом. Вот какой, каков критерий поэзии в данном случае будет у нас? Очень смешной вопрос. Мне кажется, это вообще не важно. Главное, кто такой поэт. Вот, как ответить на этот вопрос, опять-таки, я еще и еще раз говорю. У меня главная индивидуальность. Меня вообще не общие вопросы не интересуют, не общие темы, не общие... И не общие разговоры меня тоже не интересуют. Ну, мало ли тут какая поэзия. Поэзия, она разная, да. Есть Гомер, есть Нойковский. Два полюса невероятно разных. Да, как бы. И говорить о них в одном ключе, ну, как бы, это смешно просто. И тут другое поэзия. Ну, и что? И куда мы придем, да? Мне кажется, она говорит о поэте. А кто такой поэт? Кто мне кажется, кто такой поэт вообще? Ну, я, кстати, довольно солидарен с тем, что когда мы, да, разбираем стихи, это действительно что-то скорее индивидуальное, и мы хотим вычеркнуть оттуда индивидуальный опыт. Но это человек, который может этот индивидуальный опыт как-то получать и непосредственно транслировать, получается, определенными... Точно, значит, поэт, выражаясь словами Миромбо, и, кстати, вернее, Бог не полностью согласен, да и, в принципе, я, и многие другие. Это человек, да, который фиксируется на древней чувственной состоянии. Да. Я добавлю, что это еще человек, который реализует свои впечатления. Помним о Мордашвиле, да, и его блестящие кульбиты вокруг труса. То есть вот человек, который реализует свои впечатления. И если этот человек это делает, недавно об этом тоже размышлял, то он уже поэт. В нашем современном поле, да, поэт не только в рамках книги действует. И, вернее всего, он даже уже далеко не в рамках книги действует. Книга – это сейчас уже такой, скорее, мерч, да, поэт действует поле, поэтическое поле сейчас, оно и в соцсетях, да, оно на концертах. Это вот все поле поэта, поле его действия. И если мы сравним с 19 веком, ну, много захвачены территории за это время нами. Поверьте вообще. Ну, посмотрите сами. То есть я, на самом деле, никакого минуса в этом не вижу. Знаешь, как сторонники книжной культуры там рыдают. Понимаешь, как Борюса спел «Книжная культура проиграет все, проиграет абсолютно все». Он оказался прав, на самом деле. Но я не вижу в этом ни хоть агеби, ни наоборот, кажется, даже воеванием политическим, что поэзия расширяется, она захватится более и более новой, чем новая область чешского духа, как бы. Ну, у многих есть такая, что ли, ностальгия по поводу того, что вот книги уходят. Многие просто любят бумажные книжки читать. Ну, вот все тут подрочат, может там тёлку выживать, пусть на его. Ладно, извиняюсь. Нет, нет, нет. Стоп, сорянно, мы на этой передаче. Да, все хорошо, все нормально. Так, а в таком случае можем попробовать разобрать отношения каким-то классическим и современным поэтам. Вот как можно вот здесь какой-нибудь там, не знаю, рейтинг, блиц, кто более, допустим, индивидуален, кто менее индивидуален из классических и современных. Вот так вот можем попробовать здесь подойти. Начнем с классической. Что значит менее или более индивидуальными? Нет, но если мы выдвинули в качестве критерия вот такую некую индивидуальность, то есть наличие некого своего уникального опыта, в том числе эмоционального. Нет, ну это не критерий, но это не критерий для поэты. Тоже быть, конечно, гениальный поэт. Если он гениальный, у него все есть. Ты хочешь просить, как ли поэт мне нравится? Ну допустим так. Ну если совсем просто, можно, да, где поэту нравится. Акишевым. Я науки же пост, на скидку да и так. Я об этом не думал, да, много, да, если честно. Нуренбоа, Лорка, Уитман, Заболоцкий, ранний Маренков, ранний Маяковский, поздний Ефенин, Мандельштам весь практически, наверное, Шекспир. Я не знаю, совершенно разные поэты мне нравится. Я не думаю, что какое-то определенное течение у меня... В модерне, определенное, мне больше нравится, что поэты как-то мне ближе ставят все. И в постмодернических поэтов русских, ну Лев, Руденштейн, наверное, все-таки, Айзенберг, как он мне еще назвать. Андрей Реденов, конечно. Немиров. У меня полная зла. Могу еще, конечно, назвать. Да нет, ничего. Это впечатление только себе, оно очень странное. Потому что, когда мы всех этих поэтов ставим вместе, это вообще поэтов, мне кажется, нельзя ставить вместе. Согласен. Вот это такая... Помнишь, как у нас в школе проходили? Вот это вот у нас романтики, там Пушкин с Лермонтовым, или там ранний Пушкин с Аней Лермонтовым. Вот это у нас реалисты, и почему-то в реалисты записывали Некрасова совершенно какого-то пошлейшего просто поэта. Не знаю, может, у него прозвитка замечательная, я давно не перечил, хотя в детстве мне нравился Рудин. Я даже не помню название. Ну, в общем, классификация вот эта, которую нас в детстве больше в школе задачивали, она изумительная, конечно. Потому что, я еще расскажу, что у меня было глубокое утверждение, что поэтов существует индивидуально, его никогда не знаю, какую-то маску ставить. И даже если мы вспомним какие-то объединения поэтические, самое известное, как футуристическое объединение, там, РУ, ну, там кого ни возьми, он индивидуальен в этом объединении. Хотя вот объединение, да, вот там, ну, Хребников и Крученых, это вообще просто две разные планеты, а это оба футуристы. Да, или, например, Хармс, там, и... Я не знаю, там... Какой-нибудь театральный деятель из их круга, я просто там, как Смирхольд и друг, я не помню фамилию. Да, я абсолютно согласен. Ну, безусловно, вообще, и даже вот друг Хармса, если бы его там в тексте читать, который там в Харпе соскочил, как его не самому любимому поэтику, ну, в общем, они все очень разные, и, как бы, вот... Может быть, только, если только французские символисты как-то были похожи, и то Верлен это дело все прекратил эту похожность. Ну, вообще, говорю, для меня главное поэтику, ну, индивидуальность, наверное, но если это не подтверждается... Как бы это правильно выразиться. Талант, это, наверное, слишком узкое слово, наверное, в этом смысле. Каким-то вот коллективным, бессознательным, да, которым маркируется его текст. Если понимаешь, в чем я, да, то есть каким-то вот... Деки бы сказали мужа, да, что вот или там Пушкин, сказали бы они, что вот если мужа там есть, но это на самом деле сейчас так трудно объяснить современному читайку или современному слушателю, что такое мужа. То есть вот сразу писать какую-то тетку Сарфу, да, это настолько как бы трудно объяснить на самом деле. Хотя я вам скажу прямо, что любой поэт настоящий, да, он постоянно имеет дело вот с этим объектом мужа, да, в своей практике поэтической, в индивидуальной. Но расскажет вам, наверное, не будет. Понимаете? Потому что это настолько как бы вот странное действие. Ну, это мистерия, да, определенная с музами, там, демоном, физическими. Если этого нет, да, то будь ты хоть там трижды индивидуально, как Олег Горькош, да, поднял этого, не без этих обид. Он замечательный, замечательный творческий личный, да, но в письме у него, я знаю, говно. Ну, ты не можешь это считать, серьезно. Это невозможно. Без обид, без обид. Он охуенный, вот, он охуенно поет, в акционе танцует, вот, вот, он в пластический порядок, я бы сказал, да. Ну, когда он начинает вот печататься, да, вот мы и начинали его читать, он такая индивидуальность, казалось бы, да, вот он супериндивидуальный чел. Но без вот этого, вот, без муза, да, это все, ну, ты не будешь просто читать даже. И дело не в простоте. Просто вот у Харльса тексты многие очень простыли, например, если уж он примахает, да. Но вот этот, ну, каждый раз, когда мы его читаем, выбах от этого нарратива, который изнутри взрывает, там все спело, как Харльса, по-содею. Да, что по-содею, я, казалось бы, вообще не занимался ни с ритмами, но особо они берут, и они брестовали, фактически, у них прочесть. А если они это рифмовали, то они рифмовали очень просто, и, как бы, там, любовь крови. То есть они намеренно выставляли вот это все. Для них рифма, это было вообще делать 25-е, как бы, в принципе, как для современной поэзии мог глубокое убеждение, но это об этом еще можно поговорить. Слушай, я тут куда-то в какие-то дебры ушел, вообще, о чем вопрос был, я забыл. Ну, мы про поэзию беседовали, да, изначально, и о критерии поэта, и второе, это отношение к классическим и современным поэтам, мы сейчас разбирали в начале. Все, 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 только уважительно. Я еще, 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 еще раз скажу, что вот человек, который, вот, поэтически, как говорится, извините за пафос, я скажу эту фразу, я просто, ну, я просто ничего другого на ум не приходит. Ну, свое поэтическое знамя, да, я индивидуально провел, вот так, как говорится, от Марио Доброго, да, если это настоящий поэзии, я вообще ни каиму ничего не предъявлю, кем бы он там даже не был, понимаете, фашистам, пацифистам, коммунистам, пахуистам, это настолько неважно, ну, как в случае с Маяковским, например, да, ну, совершенно, чел, как бы, суицидальным, я говорю даже не о его, а о убийстве, да, совершенно, гробил свою поэзию, просто, публично, вот, это насладывается, такое нечастое явление, да, когда человек просто публично себя заколачивает в гроб, ну, то есть, вот, ты давно читал поэму Ленин? Давно, давно-давно. А 150 миллионов, все вот его поздние тексты, по-возде, какой-то поздний текст, прочитай, потому что Маяковский, это гениальный поэт сам по себе, да, это поэт уровня, ну, очень серьезного, это поэт уровня Румбо, там, я не знаю, ну, может быть, не Шекспир, да, но где-то рядом, это серьезный, очень, совершенно серьезный политический дискурс, который сейчас взрывает изнутри, вот прям вот, но в какой-то момент, да, он взорвался окончательно, просто, вот, где-то я уже там, ну, принято считать, познакомился с большевиками и не без этого согласен, да, но, и вот этот разговор о зубах, ну, как бы, совершенно анекдотический, ну, помнишь, какой-то текст был, Коробичевского, как же он назывался, «Падение Маяковского», по-моему, назывался, такой спекулятивный, совершенно текст, ну, вот он просто там, как бы, разоблачает, снимает покровы, это текст такой, перестроечный был, по тем временам, это было вообще, ну, просто, какая-то запрещенка просто, да, и вот, ну, я так не считаю, да, ну, когда вот мы читаем его, вот эти переходные вот тексты, вот, революционные, да, блядь, ну, просто отрыв берет, это просто пиздец, как человек сам себя просто, даже не себя, вот, как разговор о музе, да, как человек свою музу, у нас на глазах просто, вначале, насилует, да, как бы, а то, что и Кентоза это понасилует, там, я не знаю, кого там звал, Брика, блядь, долбоеба этого высула, там, хуй знает, все это бригаду свою, коммунистическую, новую, новую друзей, такой, ну, это печальное, как бы, очень такое зрелище, как бы, и мы можем его наблюдать, на самом деле, это пистолярно просто, вот, по стихам Маяка, в этом смысле, это очень показательная судьба, поэтическая, да, обратную историю, мы можем наблюдать, например, у Есенина, когда вот два современника, два поэтических конкурента, они друг друга там, как это слово-то, как это рэпер назвать-то, я там даже был, я им лекции читал, а? Баттл, дис. О, они себя дисили же постоянно, и баттлили, кстати, вот, особенно, когда Есенин стал маженистом, а, в принципе, маженисты, это же те же футуристы, по большому счету, да, мы вспомним, что главным маженистом, все-таки, наверное, не Есенин был теоретиком, а Шевшневич, а Шевшневич, это первый, в одной из первых футуристических групп, он, футуристическое объединение, ну, я долго мог говорить об этом, потому что, извините, вообще, мой любимый течение в русском модерне, как бы, в русском модернизме, извините. Так вот, например, Есенина, так все совершенно наоборот, вот, у него ранние стихи, хотя они тоже замечательные, в отличие от поздних самоубийственных текстов Маяковского, которые в Тихане нам придется назвать, да, коль уж мы полезли в это дело, но это очень тяжело читать. Ранние стихи Есенина читать даже иногда интересно, «Разбуди меня утром рано, разожги в моей горнице свет», «Грязная скорость» и «Дамитурский Павел». Рифмы там совершенно убогие, что потом не сложно было, как там мужик сказал, охуенно рифмой. Но просодия у него всегда была пиздец крутая, правильно? И вот прямо от гроба до могилы, вот он провел свое знамя поэтической просодии, ну, может, по разу она ему извинила в гурзуфе, там вот говорит, и как ты поэм называл, вот, тупоумный проперсин, но ее читать невозможно, это бред вообще. Но по большей части, большая часть его текстов, да, вот эта певучесть, вот эта, она настолько сильная, мне кажется, и только один такой поэт у нас еще был, такой сильный просодий, вот такой певучий, это Рыжий. Борис, да? Борис Рыжий, у него тоже, многих поэтам уравняют, но это только из-за того, что вот у него просодия, она настолько у него звучит, она настолько сильно оркестрована, она такая яркая, ну, как будто это Вагнер прорвался в русскую поэзию, вот через них, да, таким-то образом, ну, ошеломляюще просодий у них обои, да, у Маяка тоже, да, но у Маяка она же такая, ну, какая-то тут трактор, да, такой станок, а у них она вот как птица поет, вот знаешь, как птица сильная, вот у них такой очень такой сильный дар, именно вот в этом смысле, и им уже ничего не надо, обоим было, да, и плюс еще вот у них музы у каждого, там, что Рыжего, я говорю, как же о Рыжевом и Есени, и я не знаю, почему мы вместе рано ставим, совершенно, по-моему, два разных поэта, разные зависти последующие, из разного времени, но, вот, что их объединяет в моей точке зрения, вот, все-таки, да, хотя я не считаю, что они похожи, но, что их очень объединяет, извините, поправлюсь в галстрах, что их очень объединяет, это переводчик просодий, вот, очень сильный просодий, так вот, почему я говорю, да, что, главное для меня, все-таки, смог ли поэт, вместе со своей музой, предъявить нам свое впечатление, вот, если он это сделал, реализовал свое впечатление, вообще человек живет для того, чтобы реализовать свое впечатление, поэт, это человек умноженный на 10 раз, извините, извините за скромность, за мою, но это мое мнение, вот, простите меня, и если кто обиделся на это, то я действительно считаю, и в этом, по-моему, чисто трагедия любого поэта, на самом деле в этом, не в том, что слова какие-то составляют, еще вот это, а то, что на себя теме, миссию просто берет, как бы, да, особенно в русской поэзии, умножаясь на 10, да, как бы, даже это зубная паста, зубная паста, мультиэффект, там написано, умножить на 5 раз, да, там даже написано, умножить на 5 раз, вот поэт, это, в принципе, зубная паста, мультиэффект, только вот, в тюбике, как бы, вот есть человек, да, в тюбике, вот, он умирает, да, из тюбика выдавливается, а поэт такой же человек, выдавливается, ну просто это мультиэффект, паста такая, она как бы такой мультиэффект. Это величайшая трагедия поэта, мне кажется, в этом, я щас ей Богу заплачу, но это действительно так, это трагедия. И каждый поэт, настоящий, он ее переживает и не может не переживать. Это умножение, да? Ницше почему-то назывался сверхчеловеком, я не знаю, уверен, что по-неместности это как-то по-другому звучит. Мне кажется, сверхчеловек вот этот символистский, да, наш, переводной нить, вот это вся белый Брюсов, бля-ля-ля-ля. Ну, такое немножко суженное, что ли. Нельзя в моем констерстве на фоне выглядеть прямо настоящего рульца неба, а они все-таки тоже на революцию претендовали, наши символисты, замечательный блок, кто-то, знаешь. До прекрасной дамы примерял себе там шатанистские сикен. Плащи, ладно, я опять в эту сторону шел. У нас тут донат был, донатный вопрос. Аноним задал вопрос. Насколько мне известно, Никонов довольно уверенно пользуется категориями модерн, постмодерн и так далее. Действительно, он считает, что творцов, мыслителей и их работы можно так однозначно сортировать. Вот такой вопрос. Не понимаю вопроса тоже, на самом деле. Как это сортировать? Короче, в огороде Бузина, а в Киеве дядька. Я не понимаю, что вы говорите. Во-первых, можно сортировать. Во-первых, поэтов-модернистская школа особенно. Я говорю, конечно, о наших замечательных, самых главных поэтов русских, на самом деле. Но всегда никто был. Ну, Некрасов, что его читать? Ну, Тютчев, ну, какие-то вот такие. Ну, пуши только на их фоне выглядят действительно серьезно. А вот настоящая поэзия в России, это я говорю только в Сумениках. Пришла, конечно, символизма. Вот это 20-е годы открывается символизм. И куда-то начинается реальная, сильная русская поэтическая школа. И любое имя возьмите, знаете? Они все откуда, блядь? И Блок, и Брюсов, и Маяковский, и Мандельштам, и Есенин, и Марингов, и Ахматова, и Цветалева, и Заболоцкий, и Багритский, и Осеев. Слушайте, я могу это перечислить. Это, знаете, какое длинное перечисление? Невероятное вообще. И каждая из них вселенная. И они все равно, у них был ранжир. Они сами себя заметят. Это не я экспертирую. Они себя так называли акмиисты, футуристы, иммажинисты. Мы о них уже говорили немножко. Знаешь, только было этих христов, блядь? Я лекции по этому читаю. Просто у нас такой разговор короткий. Я и так уже в дебри залез. Не буду себя перечислять просто, да? Я вам скажу точно. Вот минимум 40-45 литературных школ. И любой вот этот поезд того времени, он всегда к одной, а то и двумя наносит. И в принципе, они под них под... Слушайте, ну поздние стихи Есенина это чистый иммажинизм. Причем охуенный иммажинизм. Не понимаю, что плохого в этом ранжире. И уверен, что сам Есенинс бы им гордился. Дальше. Вот вы говорите о ранжире. Просто модерн, модерн, метамодерн, вековый мир. Слушайте, это не стиль. Это эпоха. Модерн – это эпоха. Это эпоха. Она даже временными рангами ограничивается. А шире говоря, конечно, модернизм. Модернизм – это эпоха. Постмодерн – это эпоха. Которая началась, банально говоря, в конце Второй мировой войны и заканчивается на наших глазах. Причем здесь ранжир какой-то. Все, кто жили в эпоху модернизма, это поэты модернизма. Все. Вопрос исчерпан. Джойсон, Ассеев там вышел, помянут он. Венедий Терасеев и он, который как раз-таки уже на стыке модерна и постмодерна жил. И, в принципе, его текст, Маскар Туршки, очень постмодернистский. Не потому, что он сел и такой, ага, вот я хочу быть постмодернистом, сейчас я нахуярю. Через этот текст говорит постмодерн сам по себе. Коля через текст поэта говорит эпоху. Извини за высокие слова. Я очень не люблю высокие слова, особенно в поэтической дискуссии. Но иногда приходится просто говорить. Я не знаю, я ответил на вопрос в полной мере. Если я задаваюсь вопросом, то я... Да, 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 плюс-минус было отвечено, ну, то есть, про эпохи там и так далее. И еще один вопрос от зрителей. Выскажите, пожалуйста, свое мнение, как отличить плодовитого автора от графомана. И приведите примеры, кого вы относите к первым, а кого ко вторым. По внутреннему чувство, которое у вас появится, если вы будете много читать. Когда вы читаете много поэзии, вы просто неизбежно начнете отвечать от говно, от нормального текста. Ну, это неизбежно просто придет. Нет другого, как бы, нет другого, нет такого, что вот я вот беру текст, пропускаю, сейчас какое-то сито там, объективное, для всех одинаковое. На выходе получается, вот, это хороший стих, это говно, это вот я рассказал, после стихи Маяковского хуета, и легкой нить рассказал, так и будет всегда. Да нет, конечно, придет какой-нибудь после меня поэт, который скажет, что ты кого-нибудь слушали, это же хуйня. Он скажет, наоборот, он скажет, наоборот, скажет, все ранние стихи Маяковского, это закос подхлебникова и Маринетти. А вот его поздние тексты, как раз, очень оригинальные, они, может быть, действительно читали, скучновато было во времена постмодерна, как они будут говорить о нас, и начинающегося метамодерна, они так будут говорить о нас по-любому, как мы сейчас говорим, о людях, которые жили 100 лет назад, что насилие во время модерна. Ну, это неизбежно. Поэтому нет никаких, каких-то вот деревянных, застывших истуканов под названием модерн, это модерн, между которыми бегает Никонов, нарубает топором щепки политические школы, а потом их обрубают еще на опилке, и говорят, вот это Маяковский, это действительно, они все говно, и остальные все в какашки улетели. Это, конечно же, не так. Только по внутреннему чувству. Что касается гражданаманов, я могу назвать, кого я лично считаю таковыми, их же было тоже дохуя. Вы что думаете, их на самом деле мало, что ли? Ну, давайте вы лыкарскую откройте, там, ну, просто, ну, зачем даже имена называть, там, насколько это все очевидно? Я даже не хочу никого отбежать. Ну, вот вы берете текст Бориса Рыжева, там, Андрея Родионова современного поэта, Куницын современного поэта, Дима Гусева, блядь. Ну, это же видно, что это не графомания. Ну, а берете вы какого-нибудь долбоеба графомана, и вижу графомания, и не знаю, какой еще может быть для этого лица. Нет никакого научного метода в поэзии. Я еще раз говорю, есть вот, ну, есть такое слово на чительность, вообще они, ну, я думаю, что правильно сказать, ну, это как петь, вот когда вы много поете, да, вот я, петь не умею, всем известно, да, но из-за того, что я много пел, я много пою, мне приходится много петь, ну, но я по неволе там, вот, не могу мимо ноты петь, например, да, ну, то же самое, ну, когда ты читаешь много-много-много поэзии, да, но ты не сможешь после прям Бога какого-нибудь там, или, Моринбоффа, или там, я не знаю, Уитмана, читать, извините, пожалуйста, Стефаню Данилову, ну, ты, ну, ты просто как бы скажешь, ну, блядь, да, ну, я тоже так скажу, ну, 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 все, ну, что, а какой еще есть метод, ну, нет никакого научного, это же не, поверьте, это же, главное, не химия, там, физика, метод, по которому я напишу стих, ага, я опять умножу в куб, захуяли суперрифму, вот, в принципе, генерация рифма уже каждому доступен, нажал на кнопку, позвонил по генерации рифма, яб там прикинул, ну, ладно, у меня бутхарей, на третье ударение поставил, блядь, подтрастил, тут лишний удар, убрал, вот ты и стих, так сейчас это просто, как бы машины пишут стихи, и даже, тем более, они с виду, ну, там-то и дело, да, там-то и дело, что машина-то не напишет, потому что у машины муза рядом не стоит, и машина за свой текст не получает, по жизни, не одребает, машина по жизни, ну, еще раз, поэт, это человек, который транслируется на обновление чувственное состояние, все, это не делается через метод, хотя и через метод, хотя метод необходим, но это не делается одним методом, да, то есть должно же что-то быть, должна быть вот это, нет слова, есть коллективное слово, у Фредди же сказали, что это коллективное бессознательное, Пурсин говорил, что это муза, Верлен говорил, Шрембо, да, что это, извините меня, Дионис, или Ницше, так говоря, то же самое, какой-нибудь, Маяковский, говорю, что его голосом говорит, революция, но это какое-то общее состояние, которое поэт считывает, он сам не знает как, уверяю вас, уверяю вас, это нет такого, что там, ты сидишь на какой-то, сейчас я принесу жертву, нет, ты просто, ты можешь в туалете сидеть, это настолько низко, на самом деле, что сказать об этом невозможно, чтобы это не было еще, это на самом деле, очень печальная история, поэтия, уверяю вас, что она не праздничная, поэтия может быть поэта, на такое праздничное состояние, но это романтики, да, вот нам так описывали, это все дело, но уверяю вас, это не только так стоит вообще, да, то извини, но, конечно, вопрос. Так, тут у нас к вопросам еще есть, вот как раз, поскольку у нас философский канал, да, философские предпочтения, Лехи, в общем-то, влияние философии на поэтическое творчество, ну, вообще, как оно здесь складывается? Ну, у меня разные, Суф, Ничья, Киркегар, Роздано, Шестов, ну, ну, и, конечно, Монтейн, вот, мои, как бы, вот, Ларош Фуко, самый главный, наверное, все-таки для меня философ. Фуко? Ларош Фуко, да, французский моралист, это вот, вот моя звезда, просто, вот, которая меня идет в свою жизнь. А почему? Вот я, а вот никто не знает, почему. Так, а что отвлекается, что нравится? Все, форма, содержание, метод подачи, манеры, морали. Ну, какие вещи вы отделяете в таком случае, Ларош Фуко? Что вот, вот, прям, вот, свое? Ну, все, что он говорит касательно вкуса и поэзии, полностью, соответственно, действительно. Он никогда говорит об этом прямо, потому что он очень больше космоски, это вообще было поэзией, заметно, о, господи, но, во-вторых поэзии. Кстати, моя оговорка, мне кажется, не случайна, в принципе, его поэзия, она не манифестированная у Ларош Фуко, он просто писал фаизмы такие короткие, правильно? Мы сами должны догонять, что на счет он. Вот мне кажется, как-то либо объяснять его поэзию, так же, как и дизайнер поэта. Мы уже пытаемся в это время это сделать, но мне кажется, оно, мне кажется, это такое бесперспективное немножко, если они этим не занимаются, профессионально. Это интересно, людям интересно. Базара нет, поэтому мы здесь. Но это не значит, что я должен верить, что это возможно. Ну, иногда приходится пытаться. Мы все-таки не как Витгенштейн. Ну, пытайся ты, тебе же, донат скидывают тебе, вот ты и пытайся. А я не пытаюсь. Я обычно и пытаюсь. Давай, давай, погнали, давай. К фирлибрам как относитесь еще? Давайте сюда. Я пришел в последнее время только фирлибры. Не, нельзя говорить только, но, как правило, это же верлибры. Просто я потом в этих верлибрах не хочу брать. Сейчас расскажу, что это еще кухня, нахуй. Ну, ладно, тебе повезло. Да нам только, давай, сейчас мне дают запиливать. Да, если бы они шли, все, я был сам счастлив. Про что вопрос, я сам говорю? Про верлибры. А, да, да. Слушай, ну, ладно, я расскажу вам, что это будет еще кухня, за каким-то самодолженно, я не могу про что он парился. Короче, я пишу просто вибра, а потом просто сажусь и расставляю в них рифмот. Иногда даже ставлю их не в конце строки, а в середине или в начале. Вот и все, чем я сейчас занимаюсь. Технически. поверьте мне, это непросто сделать, но технически я занимаюсь именно этим. Если посмотрите мои последние тексты, Черная Радуга, Безымянный Остров, Гестия, Отпуск в Чистилище, Ультиморацию, Короче, вот несколько таких, наверное, очень много таких текстов, да, Безымянный Остров, Жар Птица, то, ты понимаешь, о чем я сейчас говорю. Я просто пишу верлибры, в которых иногда по желанию расставляю какие-то рифмы. Просто для того, чтобы во время чтения звонить зацепиться. Понял? Во время чтения вслух. Потому что я поэт устный, мне приходится очень много вслух читать. И просто, когда ты верлибры просто читаешь, ну, как правило, вслух достает, ему скучно становится. Независимо от того, что ты читаешь. Даже Буковский, кстати, на русской публике бы немножко не очень смотрелся. Хотя у него охуенные верлибры. Но они слишком трезвые. У них нет за русской метафизики, которая надуты все мои последние действия. И вот я еще расскажу, совершенно технически я просто пишу вот так. Я просто пишу верлибры и кое-где в них иногда расставляю рифмы. Или не расставляю. Или расставляю очень много, но и очень редко ставлюсь в конце строки. Именно это в середине же встать. В конце в нашем маяке и встать на которые я могу опираться во время чтения. Только для этого. В принципе, я считаю, что рифма современной поэзии уже лет как сто особо не приплющилась. Я считаю, что это у нас такое, у нас немножко неторможенная с русской поэзии. Но если ты знаешь, у нас близко французская поэзия, рифма уже давно нет. как раз сначала модерн ее порушил, никто ее возвращать особо не собирается. У нас просто отстало искусство очень в России, в том числе и поэзия. Ну, большевикам давайте спасибо скажем, они нам дикарей из нас лепили, блядь, 70 лет нахуй. Я лично это не наблюдал, когда мелкий был. Просто отстало. Там уже были, в принципе, абериоты, да, все, они уже без рифма писали. Ну, мы об этом совсем говорили. Или у них были настолько банальные ритмы, что они предъявляли, что это неважно. Харль уже почти, вот Харль уже без рифма писал. А посмотрите, его поздние вот эти уже прозаические, как называют, хотя это психические, Кошмаринги вот эти его, да? Они вообще без рифма и без ритма. То есть, в принципе, как уже Аполли Нер к этому пришел потом и все французские поэзии поздние. У нас поэзия, еще раз скажу, уже отсталая, но очень чувственная. Из-за этого у нас бонус идет, что у нас мы все еще на рифму на эту кладем, да, потому что читатели немножко отсталые там. Ну, веряйте, поэты, которые занимаются поэзией серьез, ну, я думаю, достаточно скрипт не знаю, поговорите о нем. Прости его об этом. Может, это бы я один такой, но в поэзии в поэзии как бы вот в поэзии 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 как бы вот, они не могут со мной не согласиться. Хотя, я прошу свою идею, я так говорю, лишь, как я утвержден, что я чешу хуенно. Не, ну, просто есть еще такая своеобразная тенденция, ну, сейчас в основном рэперы, ну, не знаю, у руля-не у руля, но, по крайней мере, некоторое время они, ну, особо как-то вот задавали определенный темп, в том числе, бывало и тем людям, которые называют себя поэтами, и поэты, ну, в определенный момент начали заимствовать, у них там всякие вот эти вот сложные рифмы, там, двойные, тройные, и вот это вот все. Ну, какая-нибудь там, все наоборот, вообще, это Оксимирон, блядь, заимствовал у поэзии и все остальные рэперы, я без всякого, без всякого предъява говорю, я просто говорю, как мой знакомый, вот, вы его знаете, это они заимствовали у поэзии двойные и тройные рифмы, а не поэзия заимствовала у рэперов двойные и тройные рифмы. Ну, сейчас просто проблема заключается в том, что многие авторы из Оксимирона... может быть, не знали, что эти тройные рифмы были, ну, это факт их необразованности. Ну, я согласен, что... Но это не значит, что рэперы научили поэзов использовать двойные и тройные рифмы. Нет, я не говорил буквально так, если что. Я буквально так и не говорил, я им сказал, что вот из тенденции вот этой рэперской как раз сейчас и многие современные молодые там ребята пытаются доставать... Очень правильно дело, что рифмуют двойными и тройными рифмами. Я говорю про 20 лет, нахуй, но, ни по отношению к рэперу это вообще не из-за рэпа, ну, потому что за первой рейте рифовать кровь любовь, это вообще пиздец. Независимо от рэпа вообще. Это просто пиздец. Все. Вопрос, почему из рэп вообще? Единственное, когда это надо, рифмуют, вот тебе это должно быть надо, нахуй. Как Дугу Ханкс, это надо было. Как вы фамилии? Но весь эфир я не могу пойти по ней, нахуй. Харсик, какой второй там был самый известный? Бля, вот я тоже могу забыть сейчас. Мы заебали, нахуй. Ладно, вот он же вот вкрат вхуярил без проблем, понимаешь? И у него это получалось. Но для этого тут у тебя, не знаю, индугенцы мужа тут у него. А, Веденский, 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 Абхуй. А Крой-Любовь, ну, у него, ему это идет. Его кошмарингу это соответствие. А за первые веки это писать, ну, опять-таки, у меня есть пара стихов, я просто больше, конечно, не рисовал, но на это все равно, я рисовал там, и очень по стилизму надо вставляю. Мудей у меня по-простому зарисована очень многое, потому что я таком считал. Для этого, я могу довольно долго говорить, давайте, мы сменим, но это не из-за этого вообще, зря. Согласен, солидарен. Вопрос от зрителей есть, такой, знаете, что ли, классический для нашего, видимо, ниши, вот этого ютубовского, в общем-то, раздела. Как к абортам относитесь? Вот, вопрос. Никак. Кому хочется это делать, я никак не понимаю вообще, о чем разговариваешь. Чем может делать и структуру, и все, что хочешь. Ты можешь отрезать себе член. Я не буду по этому поводу переживать. Я даже чувствуете, не вижу. Нихуя это член. Я даже, наверное, порадуюсь. Я не понимаю, в чем дискуссия. Каждый волен делается самым телом все, что ему за благорассудится. Не может ни государству, ни церковь, ни церкви, это поебота предъявлять человеку, что ему делать самым телом. Да и может, и предъявляет, но это, но я под этим не подписываться не намерен вообще. И почему это может быть подписываться, не понимаю. По-моему, это просто ахинея. Ну, в чате пишут это убийство, но это убийство, аборт. для кого-то да. Пусть он идет и совершит это убийство. Тебе-то что? Займи своей, блядь, ебаной жизнью, нахуй. Ебаный врод. Ну, иди раз в ночь, если, блядь, так ебер. Господи, какой бред. Я сейчас детей-то терпеть не могу, по-моему, они всех находят. Ладно, все. Стоп. Ну, аналогично, на самом деле, так что, что делать? Спасибо.